Насколько я понимаю, для Путина сейчас соцбанк. Он не мог пойти навстречу Пригожину и снять Шойгу, потому что это показало полную неспособность руководить государством. Но и сейчас то, что он принял сторону Шойгу, это говорит о том, что он заходит в очень такой длинный для себя период дестабилизирующий, потому что 25 тысяч человек не просто арестовать вооруженных самолетами и так далее. Это огромная группировка, которая разбросана по России. Там же есть часть, говорят, в Москве сейчас есть, где-то окопало, часть еще где-то. И за один день, за одни сутки их арестовать будет невозможно и справиться с ними. Или там за два дня или за неделю. Как могут дальше развиваться события, если Пригожина не арестовали? И если он начинает войну внутри России? Как это будет обрушиваться? Губернаторы будут присоединяться или еще что-нибудь будет происходить? Они будут в лучшем случае разбегаться, поскольку в массе свои люди, полностью лишенные политической самостоятельности и инициатив. Это путинские назначенцы, чиновники, которые прошли десятилетия отрицательного отбора. Это не люди, которые могут принимать самостоятельные решения в критических ситуациях. За редким исключением, конечно, в основном так. Пока что, ну как, Пригожин близок к разглашению Южно-Русской Республики. То есть самое, о котором говорили в контексте вторжения Легиона Свободы России, Русского дворовольческого корпуса в Белгородскую область. Почему бы и нет? Почему? Может окапывать... Этот корпус уже записал только что видео, показал о том, что Жека давай вообще, так сказать, было. Ну, это едва ли помогает Пригожину, но, конечно, симпатизантов у него в армии достаточно много. Тех, кто ему симпатизирует. И если он простоит несколько дней, то фактически можно будет констатировать его победу. Естественно, 25 тысяч не будут сопротивляться, если сам Пригожин будет нейтрализован тем или иным способом. Поэтому эта численность в данном случае не имеет существенного значения. Я думаю, что Кремль еще пытается привлечь на свою сторону основных соратников Пригожина. Дмитрия Уткина, командующего войсками Вагнера, и Андрея Трошева, другого героя России, который, соответственно, правая и левая рука Пригожина в Вагнере, и нейтрализовать Пригожина их силами. Посмотрим. Представим себе, если вдруг начнется такое обрушение армии, что начнут Пригожину присоединяться, как это было сто лет назад или почти сто лет назад, во время Первой мировой войны, какие-то там части. Ты исключаешь такой момент, что это может начаться? Нет, я этого полностью не исключаю. Потому что войска действительно деморализованы и не Пригожином. Самой неудачной ситуации на фронтах, тем, как говорят сегодня даже около кремлевских политологов, если бы спецоперация ЗЭД была успешной, то этого бы не случилось. И, конечно, большими потерями и вполне понятной линией поведения военного руководства. Как, впрочем, и правящих элит, которые плевать хотели на гибнущих на украинских фронтах военнослужащих. И это давно уже реальность абсолютно русской жизни. Ну и не говоря уже о том, что ничего в судьбе российской армии сильно не изменилось, и в смысле снабжения. Как покупались беспилотники и бронежилеты за счет сбора средств в интернете, так и покупаются. Как, собственно, Шойгу заявлял, что у него сто с лишним тысяч новых контрактов, это не новые контрактники, это все старые, мобилизованные и прочие, которых просто заставляют подписывать контракты. То есть система тотальной коррупции, непотизма и лжи, которая пронизывает всю российскую власть военные, войска в частности, она, естественно, не вызывает энтузиазма ни у кого. Самое интересное, что мы же не видим никаких там борных манифестаций в поддержку Владимира Владимировича Путина. Народ же не выходит на улицы, никто и не пытается его вывести. Ельцин мог призывать выходить за себя, и народ выходил, даже в ситуации, когда Ельцин был уже непопулярен. Нет, для Путина самое главное, чтобы никто не вышел из дома, заметьте. Всем запрещается выходить из дома. Режим контртеррористической операции объявлен в Москве, хотя Пригожин еще очень-очень далеко от Москвы. Ну, как далеко? Он находится на том же расстоянии, что от Ростова до Воронежа. То есть, если он за ночь прошел от Ростова до Воронежа, что ему мешает за вторые сутки дойти до Москвы. Ну, и тут, конечно, всегда вспоминается поход Наполеона, когда он высадился с Эльбы, и смена заголовка в газете. Там, в корсиканской чудовище, где-то там высадилось там-то, до его императорской величества входит верноподданный Париж. Поэтому, так сказать, посмотрим. Тут, конечно, Кремль должен делать ставку на точную нейтрализацию Пригожина, потому что никакому масштабному боестолкновению с Вагнером за действованием живой силы и техники вся эта система не готова.